МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Позитивное событие насыщен ими, но ряд действительно таких моментов, на которых стоит остановиться. Но первое очень важное событие, мероприятие, которое мы провели, это дню защиты, дню эколога, 5 июля, который проходил, мы провели общественный экологический совет. Уже как бы эта тема обсуждалась, но здесь очень надо отметить моменты положительные, в каком направлении. Мы рассматривали ряд вопросов, но одним из вопросов, который был рассмотрен, это безопасность деятельности вновь созданного предприятия, Амурский гидрометаллургический комбинат. И действительно, по нашей инициативе на данный совет, помимо общественности, помимо специалистов нашего уровня, были приглашены и надзорные органы, экологические надзорные органы из федеральных структур, представители общественных экологических организаций, там тоже принимали участие. Состоялось и выездное рабочее мероприятие, то есть на площадку. То есть посмотрели, действительно показали, рассказали, много интересного, много нового узнали. И непосредственно перед тем, как, допустим, перед самим, значит, и надзорными органами, и самим предприятием, и нами в том числе, то есть проводились отборы, пробы из ближайшей территории, то есть на предмет, действительно, есть ли какое-то негативное влияние или нет. Но показатели все оказались фоновые. Это подтвердили и представители федеральных надзорных органов. То есть были всякие слухи, кривотолки, которые были. Но я думаю, что мы все-таки в определенной степени развеяли, потому что это работа. Мы достаточно объективно подошли к этому процессу с привлечением всех структур, каких только можно было привлечь. И, в общем-то, действительно, и аналитический контроль, и тот ряд мероприятий защитных, которые как бы само предприятие нам доложило, рассказало, как это работает. Не только в теории, но и на практике показали, как это все осуществляется. Доказывает то, что, ну, действительно, предприятие очень заботится о том, чтобы не было негативного воздействия. Это действительно имеет место быть. Превышение каких-то там заражений территории, превышение каких-то там выбросов, сбросов. То есть этого ничего нет. То есть там действительно как по проекту все положено, так оно и работает. Другим таким важным моментом, то, что в июне месяце произошло, это у нас пополнение автобусного парка. Семь новых автобусов у нас уже вышли на линии, уже работают. Они, согласно нашей программе, но в этом году немножко там удалось чуть увеличить эту сумму. На будущее тоже мы можем работать на обновление. Все-таки это именно та структура, которая постоянно требует какого-то обновления. Не может одна и та же техника работать там десятками лет. Поэтому действительно, может быть, такое время пришло. И на будущее мы тоже эту работу будем дальше проводить. Из, ну такой важный момент, который у нас там произошел, у нас ежегодно происходит, это выпуск у нас средних общеобразовательных школ. Хотя сдали экзамены успешно, единый государственный экзамен по школам. И хотя у нас в этом году, хоть и нет стобальников, но по количеству золотых серебряных медалей у нас объем, количество медалей у нас в этом году больше. То есть видим, что тоже в этом направлении у нас идут улучшения. Различные праздничные мероприятия, которые проходили, в принципе, их и так уже довольно подробно комментировали, поэтому не буду на них останавливаться. Таким очень важным, значимым моментом, который в последнее время произошел, тот первый день июля, значит, несколько неожиданно у нас состоялась поездка, визит, прибытие на нашу территорию этого Амурской лесопромышленной компании, вице-премьера Российской Федерации, Шувалова Игоря Ивановича, с руководством самой компании RFP Group, которая является хозяевами, руководителями данного предприятия. Значит, цель поездки достаточно понятна, значит, осмотреть действующее производство. Вячеслав Иванович, спортгубернатор Хабаровского края, представлял сам действующее производство, то есть что, насколько уже все запущено и в процессе, как это все работает. То есть посмотрели работоспособность данного процесса, посмотрели продукцию готовую, весь технологический цикл прошли, посмотрели. Ну, далее потом в процессе визита руководством RFP Group были доложены проблемы, которые сейчас существуют в реализации дальнейших очередей, очередность дальнейших этапов реализации данных проектов и проблемы, которые есть, которые необходимо решить. Ну, видимо, я думаю, что вот этот визит, он имеет свое положительное значение. Я думаю, что даже те проблемки, которые сейчас существуют, я думаю, что они в ближайшее время будут решены. Тем более, что правительство Российской Федерации имеет непосредственно интересное, интересуется развитием нашего региона и развитием именно промышленной, в промышленной области, промышленной части. Поэтому какая-то поддержка будет, я думаю, что дальнейшее, вот по программе, то, что у нас было решено, да, этапность развития данного производства. Все проблемы будут устранены. Я думаю, что все-таки все будет решено в своевременном сроке. Для нас этот проект также имеет очень важное значение, потому что в итоге, в итоговом варианте реализации данного проекта, это фактически получаем порядка тысячи рабочих мест. То есть сейчас больше 300 уже работает. И на конечном этапе выйдем на тысячу рабочих мест, которые будут работать именно в комплексе глубокой переработки древесины. для Амурска конкретно, для Амурска и для Амурского района это, в общем, ну, немаловажное значение имеет. Как я уже говорил, это не только само предприятие, это инфраструктура, которая вокруг него находится, тоже она оживает, начинает работать. Это и с промхозы, транспортная инфраструктура, все это очень начинает интенсивно оживать. Ну и, наверное, такой еще очень важный момент. Вот с конца июня мы уже довольно активно приступили к фазе принятия, уже к этапу именно принятия программы социально-экономического развития Амурского муниципального района на 2020 год. Вот это как бы основные моменты, хотя основные, которые действительно такие, хотя позитива было много в июне месяце, месяц такой достаточно насыщенный был, ну, вот основные моменты такие у нас. Вы сказали о разработке программы социально-экономического развития Амурского района. Какие наиболее важные направления в нее войдут? Вот все направления, которые входят в программу, все моменты, они все важны. Просто, ну, что такое цель, сама реализация, суть реализации программы, да? Это ведь не для того, чтобы мы добились каких-то показателей, еще чего-то. В принципе, программа, она направлена на улучшение качества жизни, уровня жизни наших людей, населения, которые на этой территории живет. То есть и само развитие территории, она для чего-то происходит. Она происходит именно для нашего населения, для граждан, которые на этой территории живут. С этой целью, в общем-то, такие программы принимаются. То есть мы не просто так для чего-то, для галочки или там для того, чтобы она была. То есть это реальный процесс, который мы, который при реализации которого, действительно, качество, уровень жизни, он улучшается. Понятно, что, допустим, одни граждане заинтересованы в развитии одних направлений, другие в других, поэтому она очень разносторонняя программа и в своем роде, в своих направлениях, они все направления важны. То есть нельзя выделить какие-то больше, какие-то меньше. У нас ряд программ действовал, в том числе и вот программа, она сейчас еще действует, еще у нас до 2015 года. Программа социально-экономического развития. Надо сказать, что мы угадали, но не угадали, может быть, правильно, были расставлены приоритеты при реализации данной программы. Многих моментов мы уже добились, которые мы до 2015 года рассчитывали. Мы уже сейчас вышли на эти показатели, уже приняты по многим решениям. Жизнь у нас не стоит на месте, то есть постоянно все течет, изменяется. У нас меняется законодательство, меняются условия жизни, еще какие-то моменты, как в стране, как в крае, так и у нас на территории. И поэтому именно с целью актуализации всех программ, те, которые есть, есть, которые уже устарели, есть, которые не совсем актуальны, большое количество корректировок приходилось на сей. Поэтому было поручено в конце прошлого года, в начале этого года приступили к этой работе. Значит, по подготовке программы, вы правильно подметили, долгосрочная программа, что мы уже берем срок не просто на 3-5 лет, мы берем срок действия программы до 2020 года. Это уже в определенной степени, даже в какой-то степени на стратегической программе является, уже развитие для конкретного, для нашего района. Вот, и, ну вот, мы подход какой заняли в этом случае сейчас? Мы больше ориентируемся на мнение общественности. Вот при формировании всех направлений, то есть были разосланы запросы, там, объявления, да, везде, то есть принимаются предложения, приемные предложения. Мы практически несколько месяцев, мы собирали предложения от всех, и от администрации, от всех структур, от общественных организаций, просто от граждан. То есть мы отобсюду, ну вот надо отдать должное, что у нас в этом году очень активно начала работать общественность. Именно вот общественные институты, то, о чем сейчас как раз и говорит президент, и правительство Хабаровского края, то, что нужно развивать. У нас это развивается само собой. Даже вот я говорю, ну, не надо особо их узелек прикладывать. Люди действительно, может быть, люди поверили, что от их мнения что-то зависит, и еще какие-то моменты. Но, тем не менее, общественность очень активно подключилась вот к данным вопросам. Администрации поселений, как-то так вот, ряда поселений, ну, вообще не проявили никакого интереса. То есть либо у них все хорошо уже сейчас, да, либо им просто ничего не хочется, как бы ничего не надо. Но, тем не менее, предложения все, которые были, поступали, я, как уже сказал, да, большая часть именатов от общественности или общественных организаций не пришли. Значит, мы их все сейчас собрали, разбили все по блокам, и, в общем-то, уже сейчас у нас процесс обсуждения. Процесс обсуждения у нас не просто на рабочей группе идет, а мы еще и с участием общественности на определенных мероприятиях, те, которые будем проводить по блокам, которые мы разбили. Ну, вот, для примера, у нас в ближайшее время будем обсуждать предложения по развитию спорта на территории поселения района. Людей не устраивают те подходы вот к развитию спорта, да, спортивная база именно, спортивных направлений, которые существуют сейчас. И, причем, вот, радует то, что люди сейчас уже не просто, как бы, вот, критикуют, да, как, вот, допустим, ну, вот раньше зачастую было, там, ничего не можете, делаете не так, все. Они идут с конкретными предложениями. То есть, да, нам не нравится заниматься на объектах, которые постройки 80-90-х годов. Требования уже другие совершенно, да, нормативы совершенно другие. Ну, действительно, нужно тогда приводить и материальную базу тоже в порядок для того, чтобы... Есть предложения по развитию отдельных видов спорта, которых у нас, ну, как они есть, но они сезонные, как, например, по хоккею, да, чтобы и в летнее время была возможность тоже, допустим, тренироваться, заниматься. Поступило предложение в рамках общественно-политического совета обсудить эти предложения. Мы буквально в ближайшее время, наверное, соберем советы, действительно, вот, пригласим тех, от кого предложения были, и как раз мы обсудим все эти направления. По остальным направлениям тоже довольно много вопросов. Все будем вопросы обсуждать. Есть, конечно, определенные моменты, но хочется многого. Мы же прекрасно понимаем, да, средства, что средств на реализацию всего не хватит. Поэтому, ну, будем выбирать то, что действительно наиболее актуально, то, что наиболее важно, что необходимо сделать в первую очередь. Мы уже будем по степени, расставлять уже по степени возможности. Мы сейчас переходим и на трехлетний бюджет, будем переходить в будущем, на долгосрочное планирование. Кстати, это тоже будет намного удобнее, чем сейчас вот мы работаем в этом режиме. И я думаю, что мы большую часть, основную массу тех предложений, которые от населения поступили, я думаю, мы их примем и будем реализовывать. Потому что, как я уже сказал, что действительно все эти что-то изменяются. И изменяются даже подходы у многих в решении тех или иных задач. Они сейчас уже совершенно другие, чем нежели были там 3-5 лет назад. И здесь, как говорится, да, лучше сесть в поезд сразу вовремя, чем потом пытаться на подножку последнего вагона запрыгнуть. Поэтому все нужно вовремя делать. Ну, а планирование такая вещь. Как жизнь показала, что без планирования нельзя. Все-таки даже в рыночных условиях, в рыночной экономике планирование должно быть. Поэтому, как спланируем, как посчитаем, как распределим на будущее, так в дальнейшем будем жить и развиваться на территории района. Спасибо, Иван Васильевич. Напоминаю, вы смотрели интервью с главой Мурского муниципального района Ивана Васильевича Масько. А далее в нашей программе сводка от службы 112. Мурского муниципального района Ивана Васильевича Маско.